Да, дорогая. Ну, классный ряд вашего урока. И супроводов, и экспрессии, энергии, понятности. И все так хорошо заданцевали после этого. Все это. Лишь. Мы очень рады вашего урока. Все было так впечатлено и впечатлено. И танцы были красивыми после вашего урока. Это мой приятно. И этот серый зал стал очень ярким. И этот серый зал стал очень ярким после вашего урока. Кто? Люди? Вы очень яркий человек. Я счастлив, если они любят классы. Я счастлив, если они получили идеи, то я их даю. Сколько лет занимаетесь танго? Всю жизнь или недавно? Как долго ты танцевал танго? Я танцевал танго с 1903. Прямо 16-15 лет. И я учу уже 15 лет. Но я учу каждый день. Вы живете в Турции? Вы живете в Турции? Нет. Я только на дважды и на дважды в Турции. И на неделю я где-то в мире. Этот неделю я здесь. Следующий неделю я в Гристии. В мире. Но только для этого я путешествую. Я на дважды в Истанбуле и на дважды в Анкаре. И на дважды я путешествую. И на дважды я путешествую. Только два дня я не в Турции. Один день я в Истанбуле. Другой день я в Анкаре. А остальные дни я в Гристии. Я старый дни. Да, я старый дни. Я путешествую туда в Турции. Сколько раз вы были в России, в Москве? Сколько раз вы были в России? Сколько раз вы уже в России? Я с начала. С самого начала это? С самого начала это? С самого начала я была в Гристии. Спасибо Саше. Он пригласил меня в 2000. Я помню, что это не было Милонго. Но один Милонго в небольшом кафе. И в Замаре это было на улице. Но сейчас, после 8 лет, Танго становится очень большой в России. Особенно в Москве. И это тоже хороший работа от Саше. С 8 лет он работал очень трудно. И он привлекал много новых людей в Танго. И он организовал Интернационный фестиваль. Спасибо Александру, который пригласил меня. Александр Везгов устроил вашу серию уроков. Первый большой семинар в Москве. Я понял. Ты перевези. Он об этом и сказал, да. Нет, не ботину, а людям, которые будут посмотреть. Нет, нет, я сказал это. Саша организует и сделает это. Этот семинар будет проходить в четверг, пятницу, суббор. Ваш семинар будет проходить в четверг, пятницу, суббор и суббор. И суббор, я думаю. Суббор? Я думаю, что фрайд и суббор и суббор. Не знаю, что фрайд и суббор и суббор. Треставр? Я не знаю. Саша. Обязки. Саша. Саша, можно сказать, как будут проходить уроки семинара Матина в Москве? Еще раз скажем. У нас будут уроки проходить в школе Ла-Милотка. Будут на Ковилецкой в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В какое время? В четверг в 7.30, в пятницу в 9.00. В субботу и воскресенье будет с трех до девяти уроки происходить. По шесть часов? По три и по шесть. Надо пригласить, присоединиться. Какие-то еще вопросы есть? Как вам путевать в России? Трудно ли ее размораживать? Is it difficult to teach in Russia? Is it difficult to teach in Russia? No, if you're a teacher, you teach everywhere. Все хотят быть разморожены. No, in Russia it's more simple. Россия не простая, но не сложная. Россия любит танго. Россия любит танго. Many people like, not only Russia. Turkey likes, America likes, Argentina likes. All over the world everybody loves танго. Why everybody loves танго? Because everybody has a problem. Everybody has stress from the old days. And when the people come to dance, they're in a different world. And, of course, the first thing is, they're making sports. It's better than sports. They're making sports without knowing. And then they're very social. You meet people, and you will have good friends. So you are shy. If you're shy people, men or women, come to tango. It's simple. If you're shy people, then it's easier to do tango. And, of course, I think that tango makes people more bright in their emotions. Yes. And also more. To, that they're not there, not open people. It's beautiful.